Встреча начинается с награждения воспитанников военно-патриотических клубов области. Это победители соревнований, быстрота и натиск. Юноши и девушки – отличники строевой и тактической подготовки. В том числе и на этих молодых людей возглагаются надежды по поводу будущего Брянской области, да и всей России. Я вас, уважаемые друзья, прошу получить достойное образование. Мы будем принять решение, где вы будете дальше продолжать учебу либо работу. Вместе с вами будем создавать то, что нужно вам, молодежи. Потому что приходит на самом деле ваше время. В этот день рассказать о себе, поделиться своим жизненным опытом в гости к курсантам пришли известные, достойные люди. Один из них – герой России, бывший десантник, а ныне депутат Государственной Думы Андрей Бочаров. Он рассказал о своей военной карьере. Поинтересовался у собравшихся мальчишек их отношением к службе в армии. Также затронул тему патриотического воспитания. О том, как легко забыть трагические уроки родной истории. Вот пример мемориального комплекса Хатсунь. В 1971 году было принято решение Верховного Совета. Секретаря Политбюро, который подписывал о том, что создать комплекс, и чтобы все помнили, что у нас на Брянской земле сожжены тысячи деревьев. Все думали. И только сейчас, после 30-летнего перерыва, мы не стали думать. И не говорим о том, кто это делал. Мы остроили комплекс. Где от каждого человека, маленького ребенка, до старика фамилии все вписаны. На сцену в этот вечер поднялся и Александр Богомаз. Его личная история также достойна подражания. Младший сын в далеко не богатой семье посвятил всю свою жизнь земле. Стал заниматься сельским хозяйством. И вот теперь, спустя годы, создал одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий, не то что в регионе, во всей России. По утверждению высокого гостя, именно сейчас то время, когда можно и просто необходимо созидать. Сегодня я беру сельское хозяйство, я здесь специалист. Ведь действительно, те темпы, которые есть сегодня в сельском хозяйстве, в Абрянской области, они сегодня где-то уже подходят на уровень советских времен. Но нам нужно еще 2-3 года, чтобы мы обошли. И это будет. Вот вы меня вспомните потом, что через 5 лет вы сельское хозяйство области не узнаете. По итогам встречи состоялось общение с залом. Желающие смогли задать интересующие вопросы. По окончанию в холле молодые люди делятся впечатлением относительно того, кем бы им хотелось стать в будущем. Мне нравится служба в армии. Во-первых, мне очень нравится как бы какая-то военная романтика. Мне это нравится. А так как ВДВ и летчики – это же элита, всегда хочется быть в элитной войск. Тем более ВДВ – это сила, это вот тот лозунг жизни, как у меня. Виталий Угримов, Евгений Седачев. События. Новозыпков.